Дорога к знаниям рискует стать очень тернистой. В 25-й школе в поселке Мичуринском мест не хватило для 89 первоклассников. Им предоставили право подать заявление в соседние школы, но соседние – понятие очень растяжимое. Некоторые первоклассники попали в 79-ю школу, а это академический. Закончились занятия. Ребенок как должен идти? У нас погодные условия, они тоже разные. И 7-летнего ребенка отправлять одного. Шаговая доступность по до Бульгизу мы сейчас посмотрели – 45 минут. Сегодня на транспорте я добралась до этого места за час 20. И долгая дорога к знаниям – не единственная проблема, объясняют родители. В это же время в детский сад они отводят младшую дочь. Но не в Мичуринске, а на ВИС. Только вот чтобы устроить и будущую первокласснику в этот же район, им придется ждать до июля. И это, если в желаемой школе окажутся свободные места. В департаменте образования объясняют – и детям Мичуринского, и их родителям придется потерпеть. Через три года здесь планируют возвести второй образовательный центр. Первый камень уже заложен. Но сейчас облегчить проблему должна и новая дорога, которая соединит академический и Мичуринский. Ее рассчитывают построить к сентябрю. Я знаю, что там есть серьезные проблемы с выносом сетей на территории улицы. Но город озабочен этим. Делается все, чтобы дорога была введена к первому сентября. Департамент образования со своей стороны однозначно ведет контроль за этим всем. И мы, если сделаем не постоянную, не успеем, то мы будем добиваться, чтобы была временная дорога. Так или иначе, она появится. Продолжение следует...